Моя серия лекций называется «Гомологический инвариант и алгебрический групп». Понятие «Гомологический инвариант» было введено СЭРом лет 25 назад. И оно оказалось довольно интересным инструментом для изучения разных объектов, связанных с алгебрическими группами. Понятие инварианта включает в себя понятие алгебрической группы, парсера над алгебрической группой, аквимология Голуа и так далее. Так что, прежде чем давать определение, я просто пройдусь вдоль всех тех понятий, которые нужны в определении, и затем мы дадим определение инварианту. Так что, первый параграф называется «Схемы». Не собираюсь давать определение схемы, как бы все должны знать, что это такое, но на самом деле нам не нужно будет знать, что такое схема. Я буду использовать не очень традиционное описание схемы, как функтор точек. Во-первых, мы должны фиксировать, какое это поле F. Причем почти безразлично, какое. Например, важно считать, что это поле алгебрически замкнуто и поле комплексных чисел, например. И вот мы смотрим на все схемы над полем F. И они образуют категорию. Нам очень полезно будет использовать категорный язык, так что категория состоит из объектов и морфизмов. Объекты – это схемы над F, а морфизмы – это морфизмы схемы, схемы над полем F. Теперь возьмем любую коммутативную F-алгебру. То есть это векторное пространство над полем F, которое является кольцом. Оно тоже является объектом в категории коммутативных алгебр на F. И мы можем рассмотреть для любой схемы X множество точек X над R. Множество R точек X. Формально это есть множество морфизмов из спектра R в X. Причем это множество можно рассмотреть для всех коммутативных алгебр R. И они, конечно, связаны. Если у нас есть геоморфизм алгебр R в S, то, разумеется, множество точек X от R отображается в множество точек X от S. Такого рода объект просто является функтором из категории коммутативных алгебр в категорию множеств. X от R – это множество. То есть мы сопоставляем в каждой схеме функтор из категории коммутативных алгебр над F в категорию множеств. Ну, кстати, все эти функторы тоже образуют категории. Я так и написал. Категория функторов из коммутативных алгебр множеств. Так что каждая схема может быть рассмотрена как функтор точек. R переходит в X от R. Вот самое замечательное свойство этого отображения, на самом деле, он является тоже функтором. Что этот функтор самый лучший, почти самый лучший, какой бывает, а именно он полный и точный. Что позволяет вложить категорию схем как подкатегорию в категорию функторов. То есть мы можем таким образом отождествить категорию схем с подкатегории в категорию функторов. Конечно, эта категория функторов огромная. И было бы, наверное, неинтересно изучать все функторы. Вместо этого мы изучаем те, которые приходят из схем. Кстати, мы будем так и называть. Функтор – это схема. То есть это означает, что функтор получается из какого-то X из категории схем. Кстати, есть способ по функтору определить, является ли он схемой, приходит ли он отсюда. Но не так очевидно, что категория схем, как подкатегория в этой большой категории, является именно правильной категорией для изучения алгебрической геометрии. Может быть, нужно изучать большую категорию, категорию алгебрических пространств, например, а может быть, что-то еще. Дальше категория схем содержит подкатегорию афинных схем. И, как известно, эта категория эквивалентна категории коммутативных алгебр, двойственная или противоположная, когда стрелки меняют направление. И это отождествление переводит А в спектр А. Ну вот, у нас есть категория коммутативных алгебр. Это тоже самое категория афинных схем. Она вкладывается в большую категорию схем и еще в большую категорию функторов точек. Кстати, давайте посмотрим, что является композицией. Если мы начнем с алгебры, скажем, А, здесь рассмотрим соответствующую афинную схему спектр А. И затем функтор. Давайте обозначим х. Функтор х от R. Это по определению... Множество х от R — это множество морфизмов из спектра R в х. Х — это спектр А. Морфизм спектр — это то же самое, что геоморфизм алгебр. Ф алгебр из А в R. Ну и вот получается, что А переходит в функтор, представленный А. Это функтор, представленный А. То есть вложение в самой маленькой категории, в самую большую — это обычное вложение категории в категорию функторов, данным функторам, которые представлены. Вот примеры. Ну, первый пример, самый главный, из чего происходит алгебрическая геометрия. Предположим, что у нас даны полиномы из кольца полиномов от, скажем, n переменных. Может быть даже бесконечное чистое, может быть конечное. И мы рассматриваем систему уравнений. Систему полиномиальных уравнений. И мы хотим решать систему полиномиальных уравнений. Мы сопоставляем этим данным афинную схему. Берем кольцо А, фактор кольца многочленов от n переменных по модулю идеала, порожденного многочленами. И берем в качестве x спектр этой алгебры. Что является точкой x над коммутативной алгеброй R? Это множество всех геоморфизмов. f алгебр из R, из А в R. А это фактор алгебры полиномов по какому-то идеалу. Когда вы отображаете алгебру полиномов куда-то в R, переменные x1, x2, xn отображаются в n точек, n элементов кольца R. То есть это будет множество наборов R1, Rn, n элементов из R, на которых все многочлены F и зануляются. То есть это будет решение решение вот этой системы уравнений. То есть такой функтор, который задает каждой алгебре R, множество решений системы уравнения, но это R, алгебра R, R и является той самой схемой, которая ассоциирована с системой полиномиальных уравнений. Так что можно всегда думать, что x от R – это множество решений какой-то системы уравнений, полиномиальных уравнений, по крайней мере, в афинном случае. Афинное пространство АН – это схема, как фундер точек, это просто R в n-ой степени множество n наборов из n элементов R, то есть когда система пуста. Более инвариантное описание, когда у вас задано векторное пространство конечной размерности, размерности n как раз, то вы можете рассмотреть афинное пространство этого векторного пространства, иначе говоря, рассматривать векторное пространство V как схему, как фундер точек, это вот что. V тензорно умножаете на R над полем F. Следующий пример. G, M – стандартное обозначение для схемы, которое как функтор точек описать очень легко. Это просто множество обратимых элементов в кольце R. Ну, разумеется, нужно понять, что это схема, то есть эта афинная схема представлена некоторой алгеброй. Вот, кстати говоря, эту алгебру, которая представляет схему, она однозначно с точки зрения канонического изоморфизма. Я обозначаю F от X, где X как раз вот эта схема. То есть X строится по A и наоборот A восстанавливается по X таким образом, как представляющий объект. Так вот, в нашей ситуации F от G, M – это полемиальная алгебра, но алгебра поленома Флорана. X, X минус первой степени. Когда вы отображаете такую алгебру в кольцо R, X переходит в элемент, который должен быть обратим. 4. GLN – полная линейная группа. Это тоже функтор, который сопоставляет R, но то, что как раз так и обозначается, группу N на N обратимых матриц от R. Обратимые матрицы. Теперь имеется совершенно стандартное понятие подфунктора. мы пишем, что Y, один функтор, является подфунктором другого функтора, если X от R просто является подножеством Y от R. Наоборот, Y от R является подножеством X от R. но при этом отображение, которое возникает при перемене колец, должны удовлетворять условия коммутативности вот такой диаграммы. то есть отображение для понфунктора является ограничением отображения для самого функтора. Ну, например, GM является подфунктором в афинной прямой. Вот, кстати, давайте посмотрим, чему равняется множество морфизмов из X в A1. Это можно рассматривать как множество морфизмов схем в категории схем или как множество морфизмов функторов. Все равно. Так вот, предположим, что X-афинная схема, она представлена алгеброй А. А А1, как понятное дело, представлена полимерной алгеброй с одним переменным T. Так что это получается множество гауморфизмов F-алгебр из F от T в A. Ну, и когда вы отображаете F от T в A, все равно, что вы задаете образ переменной T, и он может быть любым. Поэтому получается просто A. Так вот, это представляющее алгебра F от T F от X восстанавливается по X как множество морфизмов из X в A1. Но вот морфизм из X впрямую выглядит как функция. Именно поэтому F от X называется кольцом или алгеброй функции на X. Алгебра функций или, говорят, регулярных функций на X. Вот на языке функторов многие операции выглядят очень просто. Например, операция произведения двух схем. Если у вас есть X и Y две схемы, те, кто читал теорию схем, знают, что определить произведение не так просто, но на языке функторов точек это просто сделать, потому что имеется совершенно очевидная банальная формула произведения от R это произведение точек, множество точек. То есть такой функтор легко задать, другое дело, что он должен быть представим, то есть он должен быть схемой. Вот здесь возникает проблема, может быть связана с тем, что не та категория выбрана в качестве главного объекта. Если бы мы не обращали внимания, то является ли этот функтор схемой или нет, то определение просто одна строчка. Отсюда следует, что если X и Y афинны, то алгебра функций на произведение это тензорная произведение алгебра. При помощи произведения можно определять операцию замены базы. X – это схема над F, а мы можем теперь более увеличить, скажем, взять расширение полей. K над F – это расширение, не обязательно конечное, F может быть алгебрически замкнут, да, расширение полей. и когда у вас есть X схема над F, вы берете произведение X над спектр K. Это другая схема над F, и мы будем писать просто X K для такой схемы, и мы видим, что это схема над K. Это операция замены поля. Можно обобщить понятие произведения на понятие расслойного произведения. Когда у вас есть диаграмма вот такого вида, X отображается в какую-то схему Z, и Y отображается в Z. Так вот, можно определить расслойное произведение X на Y над Z. Опять же, одной строчкой, как функтор точек, это обычное расслойное произведение множества. множество X от R на множество Y от R над множеством Z от R, то есть все пары из X от R в Y от R, которые согласуются Z от R. Это расслойное произведение. Так, следующий параграф два алгебрические группы. Опять же, очень легко дать определение алгебрической группы на языке фундров точек. Опять у нас есть поле F и пусть G это функтор из категории коммутативных алгебр от F в категории групп. То есть у нас есть для каждого для каждой алгебры R группа G от R но и для каждого гаоморфизма колец R V гаоморфизм групп G V S так вот мы говорим что такой функтор является алгебрической группой G это алгебрическая группа N от F если композиция мы вначале берем функтор G а затем функтор забывания групповой структуры попадаем в категорию множеств это забывающий функтор такой функтор является схемой это определение алгебрической группы то есть вместо того чтобы изучать только одну группу как в абстрактной теории групп мы изучаем огромное количество групп для всех R и эти группы связаны между собой разными гаоморфизмами групп ровно так же как мы изучаем схемы не как одно множество а как набор множеств точек над разными R и связаны эти все множества связаны между собой огромным количеством стрелок как бы теория схем это много теорий множества что ли а теория алгебрических групп это много теорий абстрактных групп связанных между собой примеры алгебрических групп ну очень легко приводить пример АН алгебрическая группа поскольку множество точек это R в степени N это аддитивная группа то же самое А от В аддитивная алгебрическая группа G тоже группа потому что множество точек является группой обратимых элементов ну соответственно почти все примеры которые я приводил до этого они являются примерами алгебрических групп G L N 4 вот P G L N это весьма интересная алгебрическая группа или более инвариантно P G L V вот как группа точек ее можно как функтор точек определить можно но я поступлю так я скажу что это является открытым множеством в проективном пространстве для векторного пространства эндоморфизмов векторного пространства V определенные условиями что определитель не равен нулю вот это уже в классической алгебрической геометрии позволяет определить открытое множество в проективном пространстве гиперплоскость известно что гиперплоскость в проективном пространстве является афинным многообразием то есть вот определенная таким образом группа на самом деле нужно еще понять что это группа является афинной схемой кстати я не сказал очень важно что мы будем рассматривать только афинные алгебрические группы другое имя для этого линейные алгебрические группы линейные афинные это во-первых а во-вторых мы еще будем налагать условия конечности на алгебрическую группу считая что алгебра представляющая эту афинную алгебрическую группу алгебра регулярных функций на этой группе является конечным порожденной алгеброй конечно порождена и вот все примеры здесь это как раз примеры групп с такими условиями все они афинные алгебры представляющие их конечно порожденные понятие подгруппы ровно такое же как понятие подфунктора под схемы все понятно примеры примеры подгрупп вот группа мю n корней из единицы это такая группа мю n от r состоит из всех корней n-ой степени из единицы в кольце r r в степени n равно единице их очень может быть очень много но это алгебрическая группа какая алгебра представляет эту алгебрическую группу ну вот мы даем берем один элемент то есть нужно взять полиномиальный алгебр от одного переменного и условие на этот элемент что t в степени n равно единице вот представляющая алгебра для алгебрической группы мю n корней n-ой степени из единицы это первый пример второй пример вот при этих условиях что алгебра конечно порождена и группа афинны любую алгебрическую группу можно вложить в виде подгруппы в gln для какого-то n поэтому кстати они называются линейными они вкладываются в полной линейной группы gln для какого-то может быть очень большого n третье g-конечная группа конечная группа тоже является схемой дезинутное объединение конечного числа точек и в частности если g-группа а не только конечное множество это представляет собой алгебрическую группу ну и еще один пример упражнение пусть а конечномерная алгебра над f но я не говорю что она коммутативная даже ассоциативная она может не иметь единицы то есть самая плохая алгебра которая может быть кстати когда мы рассматриваем коммутативную алгебру мы предполагаем что там есть единицы и предполагаем что алгебра ассоциативная но в данном случае эти условия не выполняются не обязательно выполняются и вот мы можем рассмотреть а как векторное пространство и тогда мы можем взять группу g-l от v от а группу всех линейных преобразований а что является g-l-n где n размерность а но можем рассматривать не все преобразования а а только те которые являются автоморфизмами алгебра а подгруппу автоморфизмов а как алгебра вот докажите что это есть подгруппа нужно доказать что подгруппу алгебра представлена некоторой коммунитивной алгебра так следующий параграф и главное однородное пространство ну вот возьмем алгебра 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 это значит что определен морфизм действия морфизм действия g-крест-e-v-e на языке функторов это означает что для любой коммутативной алгебры r g-r группа обычная группа действует как положено группе действует на множестве точек i-f от r в этом случае мы говорим что группа g действует на афинной схеме e теперь давайте рассмотрим следующий морфизм очень похож на этот морфизм но немножечко другой f g-крест-e в e-крест-e опять же преимущество функториального подхода состоит в том в частности что очень легко задавать морфизмы морфизмы сдаются на уровне точек значит вы должны сопоставить паре g-e вы понимаете что первая лежит g от r вторая в i от r некоторую пару точек в i от r так вот соответствующая пара и результат действия g на e ну то есть образ образ пары g-e относительно этого морфизма действия запятая e то есть мы повторяем e вот такой странный морфизм давайте сейчас забудем что у нас есть алгебраическая группа и это просто отображение множеств ну или рассматриваем место g g от r место e e от r и так далее вот при каком условии отображение phi является сюрреективным phi сюрреективно что можно сказать про действия группы на множестве такое свойство действия отвечает за свойство сюрреективности значит что любая пара лежит в образе да то есть для любой пары элементов из e первое может быть написано как g на второй то есть действие сюрреективно транзитивно действие транзитивно а что означает что phi инъективно да свободное действие тривиальные стабилизаторы все стабилизаторы тривиальные но действует свободно вот теперь мы видим пример когда выполняются и первое и второе а именно когда группа g действует на себе левыми умножениями всегда рассмотрим левое действие левыми умножениями это действие разумеется транзитивно с тривиальными свободно с тривиальными стабилизаторами какое какое очень жалко что вы это сказали я хотел произвести эффект но спасибо сейчас я скажу все-таки что я хотел сказать без того эффекта мы считаем мы считаем что когда g действует действует на x или на e регулярно если ну вот e изоморф на g если e на e она действует ровно как на g то есть вот она транзитивна с тривиальными стабилизаторами теперь я хотел сказать следующее что фи биективна тогда и только тогда когда действие регулярно так вот это неверно ровно потому что может быть множество может быть пустым поэтому нужно сказать что фи биективна тогда и только действие регулярно в этом случае мы и считаем и пустым по определению или и пусто регулярное действие оно только ровно одно на самом деле в точности дезаморфизма это вот действие группы g на себе левом умножении так для чего я это говорил я хочу обратно вернуться к ситуации когда алгебраическая группа действует на схеме и и определить понятие главного однородного пространства так вот e называется главным однородным пространством пространством на g я буду писать просто главное однородное пространство или g главное однородное пространство если во-первых и не пусто как схема и фи изоморфиза вот не пустота схема совершенно не означает что некоторое множество точек и от r не могут быть пустыми то есть это равносильно тому что для любой коммутативной алгебры r либо и от r пусто либо g от r действует регулярно на и от r ну и вдобавок нужно объяснить что такое непустота и существует r такое что e от r не равно пустому множеству кстати в качестве r здесь можно взять алгебрическое замыкание всегда поле f потому что любая схема конечного типа над алгебрически замкнутым полем обязана иметь точку если она не пусто вот это вот реальное условие на главное однородное пространство вот очень важное свойство главных однородных пространств состоит в том что ну конечно они образуют категорию для фиксированной группы g одно отображается в другое отображение должно быть эквариантное относительно действия группы так вот любое отображение любой морфизм между главными однородными пространствами всегда является изоморфизм любое отображение главных однородных пространств изоморфизм это может быть не так очевидно но по крайней мере для регулярного действия это вполне очевидно у вас есть два множества одно отображается в другое отображение же эквариантно оба регулярных они должны быть изоморф при этом отображение никуда не деться просто вот категория главных однородных пространств является группоидом любое морфизм изоморфизм вот еще одно важное свойство когда да вот есть специальный специальное главное однородное пространство оно изоморф на G такие называются тривиальными и называется тривиальным если и изоморф на G по отношению к левому действию группы G на себе вот ну и в частности множество точек и над любым кольцом R над любой алгеброй R не пусто потому что G от R никогда не пусто оно содержит единицу на самом деле это эквивалентно даже тому что E от базового поля F не равно пустому множеству множество точек схемы над базовым полем называется множеством рациональных точек и в этом случае здесь написано что E имеет рациональную точку значит множество рациональных точек не пусто вот если E значит если E изоморф на G то мы понимаем почему это не пусто потому что G имеет единицу если E от F не пусто то мы выбираем любую точку рациональную в E от F и мы отображаем G в E посылая G G умножить на E G применить E и это отображение главных однородных пространств и значит является изоморфизмом то есть E тривиально ну вот для тех кто работает только над логибридически замкнутыми полями E от F не пусто и значит все главные однородные пространства тривиальны ну соответственно понятие неинтересно но мы хотя даже предполагаю что F является алгебридически замкнутым будем рассматривать главные однородные пространства над всеми расширениями поля F среди которых естественно огромное количество не алгебрически замкнутых поэтому понятием главного однородного пространства не является пустым вот СССР рассказал такую историю люблю рассказывать может быть уже рассказывал для кого-то из вас что однажды к нему подошла группа физиков и спрашивает вот профессор ССР чем вы занимаетесь в алгебре он говорит ну в настоящий момент я изучаю главные однородные пространства групп над полями там там он сказал что физики не были как бы очень удивлены didn't get very excited этим ответом потому что для них видимо все многообразие имеют точки значит все главные однородные пространства тривиальные вот я сейчас хочу дать примеры главных однородных пространств ну вот самый такой понятный пример возьмем группу в качестве группы же единичной окружности единичную окружность это же заданное уравнением x квадрат плюс y квадрат равно единице на афинной плоскости но умножение в этой группе индуцировано вот формулами из комплексных чисел когда вот есть два комплексных числа определителя один вы их перемножаете получаете комплексное число нормы 1 это группа а в качестве и возьмем тоже кривую на той же самой плоскости заданное уравнением x квадрат плюс y квадрат равно а где а некоторый фиксированный элемент поля не равный нулю ну вот понятно что если у вас есть такое вот комплексное число с определителем или нормой что это такое а то вы умножаете на комплексное число с нормой 1 получаете норма то есть g действует на и умножение и понятно что это действие самое хорошее любые два числа с нормой а отличаются на ровно одно число с нормой 1 так что е является главным однородным пространством над g но в ситуации когда уравнение задающее е не имеет решения над полем f и такое легко представить себе что для а x и y не существует и именно в этой ситуации это нетривиальное главное однородное пространство так что оно нетривиальное в том и только в том случае когда ну вот и от f пусто второе уравнение не имеет решения ну а соответственно если уравнение не имеет решения то е становится тривиальным главным однородным пространством вот второй пример тоже очень интересен но он не столь прост у меня нет времени на детали к сожалению это вот пример когда g конечно оказывается в этом случае e если это g главное однородное пространство имеет вид но оно всегда афинно спектр в данном случае конечно мерный алгебра а конечномерная f алгебра коммутативная f алгебра и вот тот факт что группа g действует на а означает в точности что а является g алгебра галуа вот я не даю определение g алгебра галуа вернее даю это то что является главным однородным пространством спектр который является главным однородным пространством над конечной группой g но вот можете разобраться что это на самом деле означает для алгебры а я только скажу что в случае когда это поле и такое бывает это в точности расширение галуа поле f с группой галуа g если а полем то а над полем f расширение галуа с группой g с группой галуа g и поэтому теория галуа это не что иное как теория главных однородных пространств над конечной группой так дальше введем понятие инвариантных точек относительно действия группы g алгебраической группы g пусть g алгебраическая группа она действует линейно на векторном пространстве в на другом языке можно сказать так что задано представление линейное представление гауморфизм то есть гауморфизм из группы g в g l от v оказывается что в этой ситуации несложно увидеть просто из определения линейного действия имеется гауморфизм векторных пространств из v в тензорное произведение на представляющую алгебру ffg такое кстати отображение линейное называется копредставление копредставление и наоборот если у вас есть копредставление но оно должно обладать некими свойствами в частности оно должно дать именно линейное действие g на v ну вот у вас есть копредставление и дальше вы хотите определить инвариантные элементы относительно действия группы g вектор на пространстве v что значит это отображение просто линейное отображение векторных пространств а вот как определить g инвариантные элементы v ведь все-таки g не настоящая группа алгебраическая группа так вот определение правильное такое это множество элементов множество векторов таких что вот для этого отображения образ равен как вы думаете чему равен образ он равен этому вектору умножить на единицу но вот можете посмотреть на примерах и увидеть что это правильное определение подпространства инвариантных элементов вектор на пространстве v вот используя эту конструкцию вы можете определить очень важное понятие скрутки или скручивания разных объектов например пусть е это g главное однородное пространство и пусть x какая-нибудь афинная схема и мы считаем что g действует на x пусть g действует на x тем самым g действует на произведение е на x и вот нам хотелось бы определить фактор схему обычно это очень сложно сделать но вот в такой ситуации это не сложно другое обозначение вот сейчас я определю это другое обозначение для этого x и хотя может быть так плохо писать потому что это не имеет ничего общего с обозначением предыдущим так вот вот это есть спектр берем тензорное произведение f от i представляющие алгебры для i и представляющие алгебры для x которая равняется a и вот в этой алгебре мы берем g-тривиальный элемент g-неподвижный элемент это определение на самом деле в категории схема факторизации должно быть соответствующей взятию неподвижных элементов вот это здесь и происходит это определение а вот эта штучка называется скрутка или твист скрутка твист схема x относительно i вот мы берем схему x и скручиваем ее главным однородным пространством на самом деле много еще чего можно скрутить главным однородным пространством кстати вот если и тривиально тривиально то здесь вместо i можно писать g и более-менее понятно что скрутка ничего нового не дает а если и не тривиально то вот что-то получается новое но это новое над расширением поля все-таки нового не дает вот по какой причине над алгебраически замкнутым полем мы знаем что e алк это e над алгебраически замыканием поля f имеет точку то есть тривиально отсюда следует что если мы берем твист скрутку и расширяем поле до алгебрически замкнутого поля то это и будет исходным x поднятым на алгебрически замкнутом поле то есть скрутка может быть нечто новым но над алгебрическим замыканием она то же самое и вот обычно объекты которые отличаются от данного объекта x но становятся изоморфными и над замыканием называются скрученными формами то есть мы говорим что x e это скрученная форма скрученная форма для x скручена при помощи главного однородного пространства и вот пример это на самом деле очень важный пример вы сейчас увидите почему возьмем группу g l v группу полной линейной группы всех линейных автоморфизмов векторного пространства v и пусть e является главным однородным пространством для этой группы g и и объем в наших обозначениях Сюда отображается E на V. Теперь, если вы возьмете любую точку из E, то она вам определяет отображение из V в E на V. А именно V идет в E на EV. И в итоге у нас получается отображение из E в множество изоморфизмов между V и V скручены. Вот и то, и другое является главным однородным пространством над группой G. Но E по определению – главное однородное пространство. А это тоже главное однородное пространство. Потому что любые два изоморфизма между V и VI отличаются на автоморфизм V. А это как раз и есть точка G. То есть это отображение главных однородных пространств над G. А любое отображение главных однородных пространств – это изоморфизм. Изоморфизм главных однородных пространств над G. Ну отлично, здесь особенно ничего нового нет Но что такое скрутка ВЕ? На самом деле мы скручиваем эфинное пространство В Скрутка относительно действий линейной группы И значит вот те самые операции В, которые были А именно операции сложения и скалярного произведения Они также остаются в скрутке То есть ВЕ тоже является векторным пространством Векторное пространство Над полем Ф И оно аналогибрическим замыканием становится изоморфным В То есть той же самой размерности Размерности той же самой, что размерность В Ну вот, когда есть у вас два векторных пространства одинаковой размерности Они изоморфны То есть В изоморфны В скручены А значит вот это многообразие изоморфизмов имеет рациональную точку Рациональную точку Значит И имеет рациональную точку Е имеет рациональную точку Е от Ф не пусто А главное однородное пространство, которое имеет не пустое множество рациональных точек Это тривиальное главное однородное пространство Е тривиальное Что мы доказали? Мы доказали, что любое ЖЛВ Главное однородное пространство тривиальное Любое главное однородное пространство над полной линейной группой тривиальное Кто знает другое название этой теоремы? Что это такое? Да, это теорема Гильберта 90 Я уверен, что многие из вас знают, что это такое Но в несколько иной форме Как тривиальность каких-то коциклов и так далее Но по существу теорема Гильберта 90 Говорит ровно это Что главное однородное пространство над полной линейной группой тривиальное И суть в том, что Равносильная формулировка Что любая скрутка векторного пространства Это тоже векторное пространство И иначе говоря Скрученная форма векторного пространства Это тоже самое векторное пространство Это и есть смысл теоремы Гильберта 90 Ну вот теперь я хочу формализовать чуть-чуть некоторую общую ситуацию Которая дает огромное количество примеров интересных главных однородных пространств Вот пусть группа ЖЛВ Вот именно эта группа, которая не имеет главных однородных пространств Действует линейно На некотором другом векторном пространстве Называем его АДУБЛЬВ И выберем какой-нибудь вектор из W Скажем, W0 И мы будем называть этот вектор алгебраической структурой По причинам, которые пока нам непонятны Алгебраическая структура Дальше Если у нас есть какой-то другой элемент из W То мы говорим, что Изоморфизм Между W0 и W То есть изоморфизм Между двумя алгебрическими структурами По определению это Элемент Ж Из Вот этой полной линейной группы Такой, что Ж переводит W0 В Помните, что ЖЛВ действует на векторном пространстве W И мы будем говорить, что W Это скрученная форма Скрученная форма W0 Если W Изоморф на W0 Над алгебрическим замыканием поля F То есть такое же существует над алгебрическим замыканием поля F Ну вот Если W Это скрученная форма W0 То Вот такое Такой фунтер Изоморфизмов Между W0 и W То есть тех элементов Ж, которые переводят первый во второй Является главным однородным пространством Относительно какой группы? Относительно группы Автоморфизмов W0 Любые два изоморфизма отличаются на автоморфизм первого Это вещь, которую мы уже использовали Для группы Которую мы обозначим буквой G Всех автоморфизмов W0 Вот И Оказывается, что наоборот Любое главное однородное пространство Имеет такой вид И это и есть следствие Теоремы Гильберта 90 Вот я не буду Подробности писать Но просто напишу Это может быть в качестве упражнения Попытаться доказать Что Значит Теорема Гильберта 90 Влечет Что любой Ж ГОП Главное однородное пространство Имеет такой вид Для какого-то W Скрученной формы W0 В итоге Мы получаем Объекцию Между Скрученными формами W0 W0 И G Главное однородное пространство Главное однородное пространство Значит Значит W Переходит в Айза Между W0 И W Вот это ситуация Которая Абстрактна И Я хотел бы Произвестировать ее На многочисленных примерах Скрученные формы Какого-то объекта Соответствуют Взаимно однозначно Главным однородным пространством Для группы G И напоминаю Что эта группа G Это как раз Группа автоморфизмов Этого самого объекта Примеры А Конечномерная алгебра Над полем F Опять Мы не считаем Что она Ассоциативна Коммутативна И даже имеет единицу И Возьмем в качестве W Вот какое пространство Пространство галаморфизмов Линейных отображений Из А Тензорного на А В А Понятно, что ЖЛ от В А, кстати В качестве В Мы возьмем Эту самую Конечномерную алгебру А Понятно, что Любой автоморфизм Векторного пространства В Влечет Автоморфизм В Так что Выполняется Это условие Что ЖЛ от В Действует на В Теперь вот здесь Есть Стандартный элемент Именно произведения В алгебре А Давайте Дубль В 0 Как раз Обозначает Умножение Умножение В алгебре А Умножение Это не что иное Как Линейное отображение Стензорного Квадрата А Так вот Что будет Автоморфизм Дубль В 0 Автоморфизм Дубль В 0 Это то Линейное преобразование Алгебра А Которое переводит Умножение В умножение Ну так это и есть Автоморфизм А Как алгебра То есть Вот это и есть Группа всех Автоморфизмов А Как алгебра И упражнение Как раз Говорило о том Что это алгебрическая Группа Так Теперь Вот Давайте Проинтерпетируем Соответствие Которое На правой доске Скрученные Формы А То есть Те Алгебры Которые Становятся Изоморфными Алгеброй А Над Алгебрическим Замыканием Находятся В объективном Соответствии С Главными Однородными Пространствами Для группы Автоморфизмов Алгебры А Вот это Очень Полезная И общая Ситуация Когда скрученные Формы Объекта Находятся В соответствии С главными Однородными Пространствами Группы Автоморфизмов Этого Объекта Для алгебр Вот пожалуйста Такое Соответствие Такая Объекция Давайте Проинтерпретируем Этот Феномен На более Конкретных Примерах Возьмем Конкретную Алгебру Алгебру Матриц Например А Это Алгебра Матриц Порядка Н Над полем Ф Вот что Является Группой Автоморфизмов Алгебры Матриц Мы знаем Что Любой Автоморфизм Алгебра Матриц Внутренний И Центр Алгебры Матриц Скалярной Матрицы Конечно С сопряжением Действует Тривиально Вот это Есть Та самая Группа ПЖЛ Проективная Линейная Группа Которая Действует С сопряжением На Матрицах Что такое Скрученная Форма Алгебра Матриц Вот как Вы думаете Какие Алгебры Обладают Тем Свойством Что Они Становятся Алгебрами Матриц Над Алгебрическим Замыканием Это то Что Называется Центральные Простые Алгебры Скрученные Формы Это Central Simple Algebra Степени N Центральные Простые Алгебры Простые Которые Не имеют Нитривиальных Двусторонних Идеалов Центральными Центр Совпадает С Самым Маленьким Полем F Так вот Наше Соответствие Означает Что Есть Биекция Между Центральными Простыми Алгебрами Степени N Ну Над Фиксированным Полем Любым И PGLN Главными Однородными Пространствами Так что Задать Главное Однородное Пространство Проективное Ленингруппы Это все равно Что задать Центральную Простую Алгебру Но кстати Немножечко Уходя в сторону Я еще скажу Что еще есть Объект Который Обладает Той же Самой Группой Автоморфизмов А именно Проективное Пространство PN-1 Любой Автоморфизм Проективного Пространства PN-1 Тоже Линейный Это тоже PGLN Как Алгебраическая Группа И значит PGLN Главное Однородное Пространство Должны Приводить К скрученным Формам Проективного Пространства По PN-1 Как называется Скрученная Форма Проективного Пространства Сибири Брауэр Многообразиями Сибири Брауэр Многообразиям Сибири Брауэр Размерности Н-1 Ну и конечно Было бы глупо Осуществлять Объекцию Между Объектами Чисто Алгебраическими Центральными Простыми Алгебрами Многообразиями Через Главное Однородное Пространство Есть прямые Конструкции Одна из них Простая А именно По центральной Простой Алгебре Мы рассматриваем Многообразие Идеалов Размерности Н в алгебре Обратная Конструкция Не такая Простая Но Все же Правильное Объяснение Того факта Что есть Бъекция между Алгебрами И многообразиями Стоит в том Что и те И другие Объекты Имеют Одинаковые Группы Автоморфизмов Так Следующий Пример Три Давайте В качестве Алгебры А возьмем Произведение Алгебры На себя Н раз F F На себя Н раз Конечная Мерная Алгебра F Умножить На F И так далее Чему Равняется Группа Автоморфизмов Этой Алгебры Какие Бывают Автоморфизмы Перестановки Компоненты И все Симметрическая Группа Это Конечная Группа Которую Мы рассматриваем Как Алгебридическую Группу Так же Что Является Скрученной Формой Какие Алгебры Превращаются В такую Весьма Специфическую Над алгебрическим Замыками Они должны быть Коммутативны Есть два Названия Для этих Алгебр Либо Коммутативные Сепарабельные Алгебры Размерности Н Или Этальная Алгебра Размерности Н А еще Можно просто Описать их Как Те Алгебры Которые Являются Произведениями Полей К1 Кm И Каждое Поле Является Сепарабельным Расширением Основного Поля Это Этальные Алгебры А вот Это Алгебра Расщепленная Ф на Ф на Ф Расщепленная Алгебра Соответствует Тривиальному Главному Однородному Пространству Вот мы Видим Что Этальные Алгебры Размерности Н Находятся В Б С Н Главными Однородными Пространствами Ну вот Еще один Пример Последний Наверное Четыре Я не буду Объяснять Подробности Я же Скажу Что А Я уже На самом деле Этот пример Приводил Ж Алгебра Голуа Когда Ж Конечная Группа Ж Алгебра Голуа Находится В Б Главными Однородными Пространствами Я упоминаю Этот пример Опять Из-за того Что Я хочу Сравнить Четыре И три Вот смотрите Возьмем Теперь Ж Симметрическая Группа С одной Стороны Задать Симметрическую Группу Задать Главное Однородное Пространство Симметрической Группой Все равно Что Задать Этальную Алгебру Размерности Н А с другой Стороны Это все равно Что задать Алгебру Голуа С группой Голуа Симметрической Группой И следовательно Размерности Н Факториал Есть Взаимно Однозначное Соответствие Между алгебрами Размерности Н И алгебрами Голуа Размерности Н Факториал Что это Такое Если У вас Есть Алгебра Размерности Н Факториал С действием Симметрической Группы То Как Получить Алгебру размерности n, разумным образом из нее. Надо взять инвариантно относительно действия симметрической группы Sn-1. А как обратно? Если у вас есть алгебра размерности n, нужно взять что-то вроде нормального замыкания ее, что-то превратить в алгебру голова относительно действия симметрической группы Sn, и получается такая огромная алгебра размерности n факториал, но зато с действием симметрической группы Sn. Все эти примеры иллюстрируют вот такую вещь, что алгебрические объекты совершенно классические, такие как алгебры, вот мы их рассмотрели, а на самом деле и другие, квадратичные формы, алгебры с инволюциями, эрмитовые формы. В общем, все классические объекты такого типа имеют огромную группу автоморфизмов, и из-за этого они соответствуют главным однородным пространствам вот этих огромных групп автоморфизмов. То есть главное однородное пространство – это не что-то такое очень абстрактное и, может быть, бесполезное. Это вот действительно объекты, которые соответствуют классическим объектам, совершенно классическим, которые существовали задолго до появления алгебрической геометрии. Так, теперь следующий параграф – торсеры. Мы хотим обобщить понятие главного однородного пространства. Понятие торсера, грубо говоря, состоит в том, что вы вместо того, чтобы рассматривать одно единственное главное однородное пространство, рассматриваете целое семейство главных однородных пространств, над какой-то базой. Вот G – алгебрическая группа. И предположим, что F из одной схемы I в другую схему X – это G-эквивариантный морфизм. То есть мы предполагаем, что группа G действует на I, действует на X, и это действие сохраняется при помощи F. Более того, мы предполагаем, что G действует тривиально на X. И тогда группа G действует в слоях отдельно, в каждом слое отдельно. Вот это есть семейство слоев, на которых группа G действует. И мы хотим, как бы сказать, что каждый слой является главным однородным пространством. Вот это можно сделать следующим образом. Мы рассмотрим, как и раньше, отображение F из G умножить на I, V, I умножить на I, но мы умножаем не просто так, а над X умножаем, над многообразием X. Мы как бы говорим, что группа G не меняет слоя. Так вот, это отображение, как и раньше, переводят G, I в пару G действует на I, I. Мы говорим, что отображение F – это G торсер. F – это G торсер. Если F изоморфизм, и надо, конечно, про какую-то непустоту сказать, но вот что-то непусто. Скажем, и не пусто, и F – строго плоский морфизм. Плоский фактически означает, что слои все одинаковые, а строго плоский означает сюрреективность. Мы хотим избежать ситуации, когда вы начинаете х увеличивать. Вот вы х увеличиваете, а эта штука остается изоморфизмом по-прежнему. А мы не хотим, чтобы х можно было увеличивать, потому что, чтобы отображение было сюрреективно, и слои очень хорошо располагаются по отношению друг к другу, чтобы F было плоским морфизмом. Так вот, мы просто видим сейчас, что если F – это торсер, то для любого AR коммутативной алгебры над F, и для любой точки X из X от R, слой F от R из X от R из AI от R в X от R над точкой X маленького является как раз обычным главным однородным пространством группы G является G-ГОП. То есть мы получаем действительно коллекцию главных однородных пространств семейства, хорошее семейство, строго плоское семейство с базой X. Вот, и пример, который проистекает из того самого примера, когда вы брали единичную окружность. Вот давайте вспомним этот пример. G опять задана уравнением х квадрат плюс у квадрат равно единице, и давайте в качестве торсера И возьмем открытое подмножество в афинной плоскости, заданное неравенством х квадрат плюс у квадрат не равно нулю. Это открытое множество сейчас. И у нас есть отображение из И в GМ, которое отображает пару XY в X квадрат плюс Y квадрат. Так вот, единичная окружность G действует на И умножением. Она действует на GM тривиально. Это отображение эквариантно. И что будет слоем? Слой F над точкой вот этого самого GM, а точка GM – это просто элемент в мультипликативной группе поля, не равный нулю, если я имею в виду точку над полем. Вот равен как раз многообразию, задаваемое уравнением х квадрат плюс у квадрат равно а. То есть, тому самому главному однородному пространству, про которое мы говорили, которое может быть тривиально, может быть нетривиально. То есть, вот этот параметр А, он меняется. Когда вы его меняете, у вас меняется слой. Когда это уравнение имеет решение, этот слой является тривиальным главным однородным пространством. Когда нет – нетривиальным. То есть, коллекция самых разных главных однородных пространств с базой GM. Так что, это и есть G-торсер. Ну и последняя вещь, которую я хотел сегодня упомянуть, это что можно заменять базу для торсера, и вы получаете по-прежнему G-торсер. Это практически следует автоматически из определения. Если у вас есть G-торсер, и вы имеете какой-то морфизм из X-штрих в базу, вы можете заменить базу с X на X-штрих, иначе говоря, вы можете рассмотреть И-штрих, равный произведению И на X-штрих над X. И вы получите G-торсер. То есть, замена базы в G-торсере по-прежнему дает G-торсер. Ну ладно, остановлюсь сегодня. Спасибо. Спасибо.